Восемь шестнадцать, один, два. Жорик готов? Да. Жорик готов? Да, Рудзик, зацени рубашку. А ну, у Артёмчика забрали. Официально детскую, надеюсь? Да, у Артёмчика. Давай, две секунды, одна секунда. Глаза сделай подобрее. Тарарарарарарарарарарам, пим-пим. Эфир, эфир, хватит, ну. Добрый вечер, уважаемые жители Пятигорска, им особенно малыши. В эфире передача «Сказка в дом», так сказать, под заказ чисто. Как спокойной ночи, малыши. Как спокойной ночи, малыши. Хватит мне подсказывать, я знаю. Извините, маленькие мои хорошие, сладенькие, пузатенькие. Я что хочу рассказать, сегодня, походу, будет сказка. Сказка называется «Красная шапочка». Чтоб вы послушали и пошли спать. Чтоб вы послушали и пошли спать, да. Рудзик, хватит мне подсказывать, я и так что знаю. Жила-была Красная шапочка. Нормально жила, короче, не ту жила, походу. Нормально всё по жизни складывалось у неё. Слушай, дети слушают, что ты рассказываешь? А я что-то плохого сказал? Жила-была девочка. Жила-была девочка. И звали ее красная шапочка. И один день матушка подходит с предъявой, короче. Неси, Вася, пирожки бабушке, прикинь. Вечером. Уже холодно, Вася, как в Армавире ночью, зимой. Вот такая температура примерно. Кто бил, поймет меня, короче. Я там, понимаете, да? Ну и, короче, она, что делать, Вася? Я попавший уже без пяти минут. Я на цели, короче. Как я сейчас пойду, куда, не знаю. Ладно, взяла этот, короче, этот, как его? Ну мешок, короче, она взяла. Лукошка, лукошка. Лукошка. Какой мешок ты что? Лукошка взяла она. А что такое лукошка? Лукошка с пирожками. А, лукошка с пирожками Вася взяла и идет, короче, идет, идет, насвистывает мурку, короче, идет, идет. Какой насвистывает мурку? Дети смотрят. А, идет, поет. Как может маленькая девочка насвистывать мурку в 16 веке во Франции? Ладно, идет и что-то там себе бормочет под нос короче и вдруг вася волчара выпрыгивает говорит а ну стоям ба ты кто такая сюда иди шапочка телеком не по барабану вася я без пяти минут ногами сколько раз говорит чтоб ты не вставал о извините пожалуйста детишки разве ради бога в общем такая каницель поперла внучка это красная шапочка говорит волчара я понимаю ты там стремишься туда что ты и вообще имеешь поддержку жопу имеешь за спиной волк вообще волк вообще ошалел короче я не ожидал что ты такая короче быть ладно я извиняюсь вася что там куда ты идешь играть бабушке идут проблемы есть еще какие-то я иду хавчур и несу какой хавчик дети смотрят а что не хавчик что пирожки хамать можно пирожки хавают тоже это хавчик значит детишки меня поймут слушай дети сейчас больше нас знают отвечаю короче волк такой продуманный фраер был обходит вася лес огибает по трассе короче и прямо к бабушке идет там на горопосте она живет где короче каком горопосте во францию короче летит не знаю как он туда попал раньше короче раньше красной шапочки он попадает туда заходит вася там вот эта ниточка она одна еще говорит вася дерни один раз и дверца откроется дергай-дергай короче за запарился как выбил вас за дверь вот такого не было как выбил что он десантник что-ли волк вася он не десантник но он знает как обращаться он вася медвежатник он двери вот так открывает волк да как может быть я не смогу держаться я сдохну за хамал вот так целиком это проводим вот такой пузо имеет до волк медвежатник в угол общину не уходи этого не говори без пяти на цели вот такие вещи не буду говорить ну можем подхватиться откуда с какого места прошлого сезона давай 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 еще раз давай сначала более интеллигентно расскажу иногда кипятись просто эмоционально они словами просто когда ты начинаешь вот этот фраер был дерзкий тогда ну куда это